Крыши текут, дома разваливаются, дорожная сеть полностью отсутствует, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Не пробовали только вплавь. Жители Барнаульского пригорода десятилетиями страдают от бездорожья. Ходим постоянно в сапогах-бруднях. Дороги у нас никогда не было. Вода уже в огороды полилась. Я думаю, что мы потонем. Лучше обходить стороной. Дом на улице Профинтерна может покалечить. Многоэтажка разваливается на части. Обратите внимание, там с крыши листы падали. Они у нас в подъезде стоят. Это просто дикий ужас. Летит лист вот так вот. Ничья голова не попала. Обычные продуктовые пакеты сегодня в моде у жителей села Лебяжье. Нет, они не носят в них продукты, а покупают и надевают на ноги. Только так они могут преодолеть грязевые потоки и при этом не испачкаться. Махинация с пакетами – мера вынужденная. Лебяжье утопает в грязи. Ходим постоянно в сапогах-бруднях. Дороги у нас никогда не было. Вода уже в огороды полилась. Я думаю, что мы потонем уже тут. Уже в подвалах вода тоже началась. Зона подтопляемости здесь. Закатываешь брюки, наклоняешься и держишь равновесие. Иначе упадешь в грязь лицом. В прямом смысле. Вязкого черного добра в пригороде Барнаула навалом. Жители поселка Лебяжье с большим трудом перемещаются по проселочным участкам. А порой даже прибегают к тяжелой артиллерии. Дорог в поселке жители не видели отрадясь. Ситуацию осложняют грунтовые воды. Лебяжье находится в зоне подтопления. На свои деньги люди покупают песок, щебенку и отсыпают участки. На днях в поселке началось строительство дома. Поехали большегрузы. И сильнее разбили дорогу. Примяли щебень и песок. Колья образовалась за три дня. Уже сантиметров 20-25. И вот, я так понимаю, человек в течение месяца все равно будет строить, как не больше. Наверное, я думаю, это совсем туда все уйдет. И колья выше поднимется, ни скорая не проедет. Нам ни такси нельзя вызвать. Даже ребенка в больницу с температурой. Как пешком везти по такой грязюке? Человек-хозяин, который строит, не прислушивается к тому, что здесь большегрузы и нельзя после таких дождей ездить. То есть, нужно маленько подождать, когда подсохнет. Но он говорит, что тогда погода испортится и некогда ему будет строить. Поэтому, несмотря на все наши просьбы, он продолжает возить эти большегрузы. Ну и вот, как следствие, мы тонем. Некоторые жители обращались в администрацию центрального района. Власти с решением проблемы медлят. Коммунальные юристы советуют жителям добиваться благоустройства дорожной сети. Причем коллективно, всем поселкам. Обратиться в муниципалитет. Желательно, чтобы это было действительно коллективное обращение. Соответственно, указать о том, в границах каких улиц вы просите, где люди проживают. То есть, это действительно должны быть люди именно с этой улицы, чтобы отсутствие дорожного покрытия вообще как такового нарушало именно их права. То есть, не стоит просить за соседнюю улицу, если вы по ней не ходите, и она вам не нужна для того, чтобы добраться до своего дома. Нужно говорить о своей. К слову, жители страдают не только от бездорожья. Из-за грунтовых вод накренились дома. Заборы перекошены, фасады осыпаются. Дом построен ему около 10 лет, но начался разрушаться где-то года 3-4. Прямо активно вот так вот. Да вот дальше, вот там по улицам посмотрите, там еще хуже у людей состояние. Здесь надо системно делать и дороги, и водоотвод. Жители Барнаульского пригорода надеются, что власти все-таки обратят на них внимание и комплексно начнут решать проблему. Ведь, несмотря на все сложности, людям нравится здесь жить, и они не хотят отсюда уезжать. Да и многим просто некуда. 20 лет у меня отец этот дом строил для семьи, чтобы жили внуки. Ну как? Это же память все же. Мы привыкли, что дома на красной линии города живут без коммунальных проблем. Однако это совсем не так. Многоэтажка на профинтерна рассыпается на глазах. Со стен сыпятся кирпичи, а с крыши падают металлические листы. По словам местных жителей, дом отказываются ремонтировать и профильный комитет, и управляющая компания. К чему приведет такое бездействие, нам расскажут сами люди. Козырек, вот смотрите, я сейчас дверь закрываю, и вот даже будет. Видите? Козырек, он вот должен уже кому-то на голову упасть. Видите, шатается? Ребятишки идут в школу, цепляются как за турник и качаются на ней. Мы вот кого видим, останавливаем, что, ребят, не надо, не дай бог это все посыпется. Вот все вот в таком состоянии, видите, все вот, кирпичи, дыры, здесь все отваливается. Вот, подоконники, все. Фасад осыпается, козырек шатается, со стен летят кирпичи, крыша протекает. На ней даже зародилась жизнь, проросло дерево. Не дома, а 33 несчастья. Многоэтажка на профинтерна уже много лет нуждается в текущем и капитальном ремонте. Наш дом по стройке 48-го года и ни разу у нас не производился капитальный ремонт. И текущий ремонт, и содержание жилья управляющей компанией нашей наследия совершенно вообще не производится. В 2013 году, по словам жителей, дом должны были капитально отремонтировать. Многоэтажку включили в программу новый облик Барнаула. Деньги, порядка 8 миллионов, были выделены. Денег мы этих не увидели, ремонта до сих пор нет, ни крыша, все в плачевном состоянии. Это у нас переписка, вот уже мы более 10 лет бьемся. Мы уже не нынче, прошлый год мы подали в суд на управляющую компанию, на комитет жилищно-коммунального строительства. И жильцы выиграли суд. Теперь комитет ЖКХ обязан провести на доме капитальный ремонт. Однако люди боятся, что многоэтажка просто не доживет до часа икс. Проводить текущие работы на доме нужно в срочном порядке. Наука отказывается. Приезжают лишь на экстренные вызовы, например, когда топит канализацию. А если что-то такое некритичное, можно звонить бесконечно по несколько раз, никакой реакции нет. То, что мы оплачиваем, никакие работы не производятся. Ничего не ремонтируется, не подмазывается, никакие вообще, даже дворника у нас нет. По словам директора УК «Наследие», сейчас все силы и средства брошены на подготовку дома к отопительному сезону. И только после можно говорить о текущем ремонте. На следующий год, на весну, мы запланировали ремонт вот этого цоколя. Подштукатурим, подкрасим. Директор УК также добавил, что на доме висит долг – 160 тысяч рублей. По словам жителей, не платит только одна квартира. А страдают они все. Если вопрос не решится оперативно, могут пострадать обычные прохожие. Поток людей возле дома не прекращается целый день. И только по счастливой случайности пока никто не пострадал. Обратите внимание, там с крыши листы падали. Они у нас в подъезде стоят. Это просто дикий ужас. Летит лист вот так вот. Ничья голова не попала. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить. Звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok